Ну, ребят, приехали мы туда, где находится светофор, он находится в Брянске на краю света. То есть здесь дальше ничего нет. Идем. Идти достаточно далеко, достаточно ветреная погода. Ну, куда деваться? Мы без автомобиля. Чешем. Вот так вот это все выглядит в Брянске. Сейчас я покажу, какой туре мы только что страдали. Мы спускались вот по этой горе. Но мы не упали, поэтому мы идем дальше. В Брянске все для людей, поэтому здесь нет лестниц, дорог и много чего еще. И вы сидите в тележке. В тележке я сидела. Мы будем смотреть, что нам пригодится в жизни. А мы хотим съесть и как деды. Вот тут что есть. Вот тут какие игрушки есть. Нам практически ничего не надо, слава богу. У нас уже они все есть. Карточки. Сейчас посмотрим, может быть, у Модзи долго это возьмем. Вышли мы из светофора. У меня вот такой огромный рюкзак. И Василиса с лейкой. Несет подарок бабушке, да? Пошли. Всем привет, ребят. Вернулись мы из светофора. С большой-большой закупкой. Чек у нас получился что-то в районе 3000 рублей. Сейчас будем смотреть, что мы купили. Купили как продукты, так и товары для ребенка, и какую-то химию. В общем-то, достаточно экономная поездка получилась. Поэтому оставайтесь со мной. Сейчас будем смотреть наши покупки. Первое, что мы купили... Я просто буду брать из пакета подряд, потому что... Чтобы это все не раскладывать по кучкам. Первое, что мы купили, это вот такой сок Gold. Я буду называть примерные цены, потому что я так-то их, в общем-то, на скидку помню. Сок Gold двухлитровый, 73,90. Такой уже брали дома, в ближайшем магазине. Поэтому цена, мне кажется, отличная. Ну, обычный сок, как бы, ничем он не отличается от своих собратьев соков в коробочках, которые продаются в обычных продуктовых магазинах. Дальше мы купили вот такую баночку. У меня фасоль просыпалась замороженная. Я ее буду есть. Такую баночку помидоров маринованных. Мы дома не маринуем. Ничего дачи у нас нету. Ничего мы не выращиваем. Вот такие вот мы не огородники-любители. Поэтому 49,90 за баночку маринованных помидоров. Отличная цена. Поэтому я уже как-то брала их. Поэтому они мне 100% понравятся. Взяла снова. Я люблю. Следующее, что мы взяли. Даместас. Даместас 99,90. Плюс стики в подарок. Стики сами по себе стоят, по-моему, в районе 100 рублей в магазине. Поэтому вполне себе отличная покупка. Рекомендую. Даже подумала брать две. Но так как были не на машине, нести достаточно тяжело. Взяли один. Но будем надеяться, что они там эту акцию еще продлят. Следующее. Коктейль фруктово-ореховый. Это когда хочется что-то погрызть. Не хочется особо есть много шоколада. Что-то вроде как низкокалорийное. Но оно, конечно же, не низкокалорийное. Но я думаю, что гораздо полезнее, чем без конца есть какой-то шоколад. Энергетическая ценность 460 калорий на 100 грамм. Здесь вес 300 грамм. Стоит 49,90. Отличная цена. Я работаю в продуктовом магазине. Точно знаю, что у нас оно стоит что-то 150 рублей. Вот примерно за такой же пакетик. Поэтому точно выгодно. Зубная паста солнышко. Купили дочке. Я ни разу такую не покупала. Честно говоря, я даже не знаю, есть ли она где-нибудь вообще в детском мире. Я не видела. Возможно, есть. Я как-то покупала продукцию этой компании. В принципе, она меня устраивает. Поэтому взяли 2. 36 рублей стоит. 29 рублей стоит вот такая зубная паста. Взяли 2. Одну на запас. Вторую вот сегодня откроем. Посмотрим, что там за зубная паста. Василиса обожает клубнику. Поэтому, естественно, выбрала она себе клубничную. Следующая. Уже съедобная. Ребенок у меня часто есть сосульки. Причем мы ей разрешаем по 3 сосульки. Она берет всегда разноцветные. Поэтому я купила вот такой килограммовый пакет сосулек за 107 рублей. Я думаю, что она вот так вот покажу, наверное, чтобы не сильно темнить. Поэтому она, я думаю, будет довольной счастливой. Состав хороший. Я почитала. Отличная цена. 107 рублей 90 копеек. Следующая. Это вот такой Рахат-Лукум. Очень давно я смотрела на Рахат-Лукум что-то. Все не было окази купить. Тут купили 49,90. Вот такая большая, огромная пачка. Поэтому обратите внимание. Я думаю, что цена нормальная. Состав тоже, кстати, хороший. У меня сегодня вообще достаточно удачная поездка. Потому что любой состав, который я не читала, он был, в принципе, хороший. Не знаю, с чем это связано. Везет нас сегодня. Вот этот продукт мы купили. Палочки вафельные. Я точно знаю, сколько они стоят в магазине. Они стоят 107 или 108 рублей. В светофоре они стоят 164,90. Мы эти палочки берем на гимнастику ребенку. Угощать своих одноклашек, однокашниц. Как это правильно сказать? В общем, они там все маленькие. Все хотят что-нибудь вкусненького. И, естественно, надо брать что-то угостить. Поэтому вот такие вот палочки. Большая упаковка 400 грамм. 64,90. Еще из слабенького взяли килограмм шоколадных конфет за 164,90. Я так понимаю, что когда у них рвутся пакеты с фасованными конфетами, они их рассыпают вот по таким пакетам самофасованным. И продают как за килограмм. Килограмм 164,90 еще раз повторюсь. В общем-то, я потрогала. На ощупь они такие достаточно свежие. Многие фирмы, в принципе, ссыпаны тоже хорошие. Поэтому я думаю, что цена тоже абсолютно классная. Долезть бы. Следующее. Мы купили вот такие кексы. 64,90 они стоят. Махариши Продактс. Называется Московская область. Город Фрязино. Мы эти кексы уже покупали. Поэтому я точно могу сказать, что они хорошие. Никаких ни аллергии, ни высыпаний у нас не было. Поэтому всем рекомендую. У кого детки любят вот такие кексики, можно брать полкило 64,90. Пожалуйста, обратите тоже внимание. Следующее. Купили мы вот такой непонятный ополаскиватель для белья. Я вообще не пробовала. Его пахнет, кстати, приятно. Состав я сравнила с рядом стоящим Ленором. В общем-то, похож. Я как-то брала ополаскиватель для белья в фикс прайсе. В общем, они меня тоже устроили. Я, может быть, не такая сильно привередливая. Но не знаю. Посмотрим, что он будет делать. Я надеюсь, что белье у меня в машинке не растворится. Ну, будем смотреть. Еще уже, естественно, в кадр я не потащу. Мы купили 2 килограмма замороженной фасоли стручковой, которая у меня благополучно, одна пачка разорвалась. Вот. И стоит там одна пачка фруктовой, резаной фасоли 89 рублей килограммовая. И взяли килограмм докторской колбасы местного мясокомбината нашего Содружества. Сейчас уже ее попробовали. Хорошая колбаса. Кто будет, пожалуйста, покупайте. Не бойтесь. Хорошая свежая колбаса. 231 рубль килограмм докторская колбаса. Дальше. Пойдет, наверное, уже сразу детская. Мы купили вот такую гравюру. Василисе я еще такое не покупала. Но я еще и не раз говорила, что она просто с ума сходит по котикам, по всяким разным. И, конечно же, когда она увидела, что вот такая гравюра с котиком, стоит она около 80 рублей. Я точно знаю, что в детском мире я видела такую гравюру за 189 рублей, по-моему. Ну, я не буду утверждать, конечно, другому производителю, может быть, там лучше как-то качество. Мы ни разу не пробовали. Но за 80 рублей для начала, мне кажется, отличная, отличная штука. Следующая мы купили. Я все пытаюсь ее развивать. У меня катастрофически не хватает всегда времени. И ребенок, конечно же, сам тоже не хочет ничем заниматься. Но будем все-таки продолжать наши попытки. Я купила две прописи. Дошкольный тренажер. Они по 17 рублей там. Вот такие. Что внутри я вам сейчас покажу. Вот. Тут есть стишок. Есть обводить, как вот мы, помню, тоже когда-то обводили. Вот в одном вот так. Вот тут стишок. И дальше, что вы должны делать. То есть, когда вы тренируете ручку, чтобы ребенок правильно держал карандаш или ручку. Тавтология. Ручку ребенка, чтобы он правильно держал шариковую ручку. То это очень хорошая штука. И другая в клеточку. Тут вот немножко по-другому. Тут просто задание, что надо ввести. Отличные тетрадки за 17 рублей. Потрясающие. И вот такие я купила ей книжки. По-моему, их было три. Да. Из кадра я выскочила. Так. Их три. Познавательное развитие дошкольника. Они подороже. Они по 30 рублей. Но тут прям интересные задания. Тоже можно раскрашивать. То есть, собери в корзинку только съедобные грибы. То есть, ну, такое интересное. Мы сейчас пока ехали в маршрутке, мы про домашних животных вот читали. Например, сколько на картинке козлят, сколько ягнят. То есть, ребенку нужно объяснить, что такое ягненок, что такое козленок. Такие хорошие, хорошие такие штучки. Тоже недорого. И будем стараться заниматься регулярнее. Потому что, ну, как-то разнообразить. Вообще досуг все время мне хочется. Я то в настольные игры меня швыряю, а теперь меня в книжки повело. Все время что-нибудь. Следующее. Я купила ей такие вот три пижамки. Они стоят там около 200 рублей. 193 что-то. Почему купила три? Потому что у нас уже есть еще пять. Отличные пижамы, девчонки. Обратите внимание. Вот ребенок год у меня. Мы их купили летом, перед началом этого учебного года, перед тем, как пойти в детский садик. Ребенок у меня ходит. Пижамка стирается отлично. Ничего с ней не происходит. Трикотаж очень приятный. Они не садятся. Они не дырявятся. У нас в садик несколько комплектов. Дома она носится в этих же. Они легкие. Абсолютно хлопчатобумажные. Производитель город. А это дилер. Производитель Узбекистан. Хаджават. Обратите внимание. 200 рублей пижамка. Там есть и девчачьи расцветки, и мальчаки. Ну там мальчуковые такие. Вот со слониками она иногда в видео тоже проскакивает. Это тоже такие же пижамки. Вот отлично. Я прям вот супер рекомендую. Дальше мы напали там вообще на золотую. На золотую распродажу. Колготки Инканто. Я уже говорила, что она у меня в садике ходит только в белых колготках. Колготки Инканто по 83 рубля. Я не знаю, во всех ли городах это есть. Но у нас вот есть. По качеству Инканто я знаю, что это такое. Поэтому купила ей 4 пары. Двое совсем белых и двое бежевых. Ну бежевых, потому что белых не было. Ну, хоть что-то. Что еще? Еще мы купили ей вот такие тапочки. 200 рублей. Они стоят 239 рублей. Они стоят для улицы летом, чтобы бегать и прыгать на горке. Померили немножко. Ну, я взяла 29-й. У нее сейчас 28-й где-то примерно. Ну, судя, может быть они маломерят. 27-й значит. Хорошие. Недорогие. Кто у нас производитель? Производитель Россия. Обратите тоже внимание. Дешевые. Очень хорошо гнутся. И я думаю, что у нас есть такие подобные с какими-то барби, пуколками. Но они уже заношены. Она бегает в них дома. А вот эти вот на улице отлично. А, купили бабушке лейку. У нас у мамульки сломалась лейка. Тут что-то ли Василиса на нее наступила. У меня здесь такой грибочек. Сама лейка уже в работе пошла. Пошла поливать цветы. Следующая. А, тут еще еда. Следующая. Вот, пожалуйста, у нас есть сыр гауда. Кто такой производитель России? Я не знаю, что это за сыр. Я первый раз в жизни беру вообще сыр по светофоре. Но 300 рублей килограмм у нас в магазине, вот где я работаю, где сам, по-моему, дешево 500. И 113 рублей. Ой, такой вот приличный кусок. Ну, будем пробовать, не знаю. Посмотрим. И еще у нас остались вот такие штуки. Это три средства для детской гигиены, для ванны. Тут у нас детское следство для купания. Детский шампунь. И детская гель-пена. Вот такие вот три штуки. Причем у меня Василиса, буквально на той неделе мы проходили в детском мире стенд вот с этими, вот конкретно с этими гелями. И она очень красиво. Стоили они в детском мире что-то в районе 130 рублей. Мне показалось, что ладно, еще свои не закончились. В следующий раз. В светофоре 73,90. Пожалуйста, любой. Приезжайте, выбирайте. Отличный. Отличная экономия. Все-таки 50 рублей с бутылочки. 150 рублей за три штуки экономия отличная. Ну, на этом все. Слава Богу, мы это все дотащили. Отлично съездили. Хорошо. Во-первых, развелись. Ну, правда, у нас находится это все на краю цивилизации. Но, все равно, есть смысл в таких поездках разовых. Там раз в два месяца, я считаю, если это далеко. Раз в месяц можно туда наведываться. Есть экономные покупки. Так что я светофор все-таки рекомендую. Кто следит за ценами, следит за бюджетом, всем рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели это огромное 15-минутное видео. Спасибо еще раз за просмотр. За то, что подписываетесь на канал. За то, что вы со мной. Нас все больше и больше. Я очень этому рада. Вы меня этим очень мотивируете. Пишите комментарии. Постараюсь всем ответить. Всем пока-пока. Счастливо. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok